Мы выбираем, нам предлагают, как это часто не совпадает. И вроде бы пойди в магазин и купи ассортимент той же колбасы широчайшей, но... Не то мы стали слишком дотошны, интересно нам знать, из чего же сделаны эти продукты. Не то, напротив, не слишком. Разбираться, что такое пищевая комплексная добавка, фиксаторы, окраски, стабилизаторы, вообще никак не хочется. А может быть, просто в этом самом широчайшем ассортименте мы того, что нам надо, так и не нашли. Но так или иначе, здравствуйте, дорогие друзья, нашу неделю под знаком «Сделай сам». Начинаем с колбасы. С одной стороны, словосочетание «колбаса домашняя» никого не удивляет. И даже, возможно, присутствует в чьих-то гастрономических маршрутах или детских воспоминаниях. Это я о себе. Но подступиться к данной теме на собственной кухне кажется очень трудоемким. А на деле все не так уж сложно. Главное – определиться. В желании большего соответствия колбасе покупной, конечно, необходима натуральная колбасная оболочка. Она так и называется – колбасная оболочка. Даже не придется употреблять неблагозвучные кишки. И она чистая и красивая. Даже есть в продаже. Но чтобы ею воспользоваться, требуется мясорубка и соответствующая насадка к ней. Или, как пишут, специальный шприц. Надо же как-то эту оболочку нафаршировать. Вручную – никак. Продукт, который получается, мы обычно называем купатами или колбасками для жарки. На гриле очень хороши. Отваривать подобные изделия, если хочется чего-то более диетического, не пробовала. Но идем дальше. И без натуральной колбасной оболочки можно обойтись, используя, как говорится, в руководствах по готовкам домашних колбасных изделий, пищевую пленку, кулинарную фольгу или рукав для запекания. Изучив вопрос детально, советуем. Рукав – это не очень удобно. Закрутить, как необходимо, плотно. Сложновато. Сформированные из фарша колбаски завернуть в пищевую пленку, погрузить в воду и варить – это не очень аппетитно. И, кстати, отдельный повод для разговора – можно ли пищевую пленку, предназначенную прежде всего для упаковки, подвергать высоким температурам? Надо взять на заметку и выяснить. А вот с фольгой никаких вопросов, кроме единственного. Кто-то может заметить, что колбаски получаются в итоге не особо нарядные, зато особо вкусные. И такие, как вам, хочется. Домашние колбаски. Соединить нарезанное мелко куриное филе с фаршем, добавить тертый чеснок, соль, перец, тимьян и разведенные во взбитом яйце крахмал. Хорошенько перемешать, полученное разделить на две части. Каждую выложить на фольгу, скрутить колбаской. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов приблизительно час. При подаче можно присыпать специями. Консистенция этих колбасок, как сказали мои домашние, такая котлетная. Но это ж только первый опыт, то ли еще будет. Для большей однородности, думаю, требуется дольше работать с фаршем. Скажем, пропустить через мясорубку его несколько раз. Добавить молоко или сливки. Ну а что до вкуса? Оцените прелесть ситуации. Хочешь, сделай колбаску чесночную. Хочешь имбирную или с корицей, или острую, приострую, или печеночную? Спешите пробовать. Все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи!